Маткульт всем привет! Ребята, это называется в реале кто-то не прав. Видите как не, да, выложено. Я про одну задачу, которая дрейфует из матбоя в матбой и из олимпиады в олимпиаду. Просто уже много раз, ее следов там в интернете полно. А началось все с того, что мои хорошие друзья написали мне, что их дети выступали на олимпиаде. Им поставили за нее ноль баллов или там снизили, ну может быть даже совсем ноль баллов. Ну в общем, за совершенно формально правильное решение этой задачи. И тут, конечно, давайте обсудим это от начала до конца. Задача найти наименьшее десятизначное число, в котором в любой паре соседних цифр одна делится на другую. Ну не указано в каком порядке, то есть можно в принципе в любом, да, в каком бы ни делилось, это годится. Ну, там можно легко придумать пример такого числа, но оно, наверное, не будет минимальным, да. Вот, то есть просто наставил единицу, ну конечно в любой паре. Вот, возникает вопрос, а как же можно уменьшить? Ну вот это число, ну вроде как уменьшаешь, там возникает ноль. Вопрос связан с делимостью там нуля, да, на что-то. Ну в школе, в школе учат тому, что ноль делится на любое число, и это совершенно правильно, да. Ноль делится на три, два, один и так далее. Вот. И, соответственно, ответ подразумевался такой, что, ну, как только можно ставить ноль, ставьте ноль, да. Ну вот после единицы, да, десятизначной, значит первая цифра уже никак не может быть нулем. Самое маленькое, что тут можно сделать, это явно единицу. Дальше мы можем поставить ноль в этой паре, ноль делится на один. Ну а дальше, значит, как бы вроде как мы не можем поставить ноль, потому что иначе, как считали организаторы, и как там есть такое мнение в школе, что на ноль делить нельзя, в том числе нельзя на ноль делить ноль. Поэтому вот эта ситуация не допускается. Мы ставим снова единицу, снова возникает делимость ноль на один, ну и там получается вот такой дурацкий совершенно ответ. Формально он, ну, верный в той логике, в которой мы ноль можем поделить на не ноль, а ноль на ноль поделить как бы не можем, это запрещено, потому что вообще ничего нельзя делить на ноль. То есть такой чисто заученной, зазубренной логики рассуждений. Ну и вот это принимался как правильный ответ, другие ответы принимались как неправильный. Значит, все-таки с точки зрения высокой математики, конечно, а делится на b, целое число а делится на целое число b в том и только в том случае, когда существует такое целое число c, что b умножить на c равно а. То есть вот это вот, ну, я не пишу, что целое, то есть внутри в z, в z есть вот такое определение делимости. Это просто определение, да, которое в высокой математике работает. Но тогда, естественно, ноль на ноль делится, ибо существует c, напишу в скобках равное, чему хотите, один, ноль, там, сто, пятьдесят семь или сто семьдесят девять, или тринадцать, мое любимое число, да, такое, что c умножить на ноль равно нулю. Существует. Но оно просто не единственное, поэтому школа это не любит ситуацию, потому что как бы ноль делится на ноль, а разделить нельзя. Вот, потому что будет неоднозначный результат. Но тем не менее, я бы настаивал, что ноль на ноль делится, и поэтому правильный ответ в этой задаче вот такой. Ну и, как бы сказать, задача становится совершенно неинтересной и бессмысленной, ну, если самое маленькое десятизадачное число уже годится. И дети моих друзей, конечно, правы, а организатора Олимпиады, конечно, нет. Но здесь, значит, проблема в чем? В том, что вообще эта задача дурная, она совершенно неинтересная. Она на что? На то, кто из какого определения делимости исходит, что ли? Ну что, этот ответ трудно получить? Или этот, кто не понимает, что там ноль на что-то делится, он напишет это. То есть, эта задача интеллектуально пуста. Но, что называется, предлагай и отвергай. Ой, наоборот, да? Как она? Отвергай и предлагай. Поэтому я вместо нее предлагаю шикарную задачу, которую выдумал сам. Но так как ничего нет нового под луной, то она наверняка тоже присутствует в этих Олимпиадах, конкурсах и так далее. Просто я предлагаю ее тиражировать, а не эту. Итак, задача. Ну, от Саватеева, но я еще раз, ни на каком авторстве, естественно, не настаиваю. Наверняка ее давно уже кто-то придумал. Так, Саватеева, плагиатора. Наверняка плагиатора. Найти максимальное число, состоящее из различных цифр. Заметьте, различных снимает этот вопрос сразу же. То, что двух нулей просто нельзя повторить. Будет повтор. В котором каждая цифра, извините, в которой в каждой, но дальше то же самое. В паре соседних цифр одна делится на другую. Уже не надо никаких 10-разрядных, потому что у нас что? Понятно, что как только число станет 11-разрядным, да? 11-значным. Оно уже не годится, потому что оно не может состоять из различных цифр. Поэтому ясно, что какое-то число с этим свойством максимально. Поэтому ясно, что ответ есть, и он единственный. Но я его не знаю. Я его не знаю, потому что я ее просто не решал. Я ее взял, сейчас выдумал вот так вот. На ходу, и все. Ну, понятно, что у нее есть какое-то решение. Поэтому, когда в комментариях появится много разных решений, то кто укажет самое большое решение первым? Первым? Самое большое, да, из всех. Ну, и, скорее всего, может быть, он даже сопроводит доказательства, что больше нету. А может, не сопроводит. Просто вот подождем там, под этим видео, может, две недели или неделю, сколько-нибудь. Ну, и как бы тот, кто вот укажет самое большое, ну, тот молодец, герой. Я не буду ничего обещать ему, потому что я забуду про это обещание. Вы просто молодец будете. Ну, вот такое соревнование ни за что. За то, что вы потом возьмете и купите себе медаль. Маткульт, привет!